девочки всем привет мы приехали на дачу у нас 7 градусов тепла в общем холодно у нас а чего холодно потому что завтра же обещают вообще дожди и сегодня вечером должен дождь пойти поэтому мы приехали и посмотрим смотрите на него иди-ка сюда здравствуйте вот заехали за викой и приехали и грибик одеться потеплее потому что достаточно холодно на вида что потеплее от из за угни какие-нибудь ничего не брала ну ладно мы сейчас в доме кофты здесь есть в доме посидим сейчас пойду посмотрю что там наверное матрас надо будет положить на другой диван и чтобы диван сложить ну в общем все зайдем с вами посмотрим что там можно будет сделать одуванчиков куча но они видимо замерзли и они скукожены представляете в общем вот а мы сейчас ехали валент в лужу в лужу въехали моя вся половина была прямо огромная лужа была пошли пошли смотреть девочки в общем клубничка стоит бодрячком знаю знаю что она криво посажена я же изначально сказала он смотрите бутончики ягодки наверно будут ну блин должно же быть что-то правильно посмотрим пересажу осень я же не знаю может не на всех кустиках даже будут ягодки а вот я увер и выкопала видите кстати вот в эту вот клумбу клубус через эта клумба грядку я посадила лук и вот смотрите вылезает уже что-то вот вот вон это такой который был немножко пророщенный ну холодно холодно здесь пока ничего нет я алёша говорю надо почему мы поехали пока дожди нет чтобы может быть мы сегодня три грядки сюда поставим посмотрим как пойдет просить надо могу девочки девочки не могу я вам не буду много ничего показывает потому что такой легкий вложек будет смотрите как красиво да папоротники вот стояли бы они всегда так они же развалятся надо будет наверное как нибудь штырки ну бить и какую-нибудь веревочку потому что листья у них большие они развалятся и смотрите как я здесь видите помните я пересаживала с грядки надо было другой стороной посадить а вот этот вот потом пересажу очень благородные цветочки такие прям вот эти долго интересно они будут свести красиво красиво и здесь голубенькие другие прям понимаете понимаете а вот распустился желтенький вик возьми у папы ключи и зайди в дом не мерзни а не цветочки на поливать земля сырая до холодно то что цветочки замерзнут можно цветочки говорить буду поливать нет нет сынок то что девочки я ведь вам кое-что не рассказывала я даже боюсь смотреть да да девочки я боюсь даже говорить короче я оставила открытую гортензию вроде бы все норм да вроде бы все норм будем уезжать сегодня обязательно закрою потому что и дожди и похолодание до минуса будет закрою на несколько дней все равно дышать она будет в общем вот такая красота а вот эту вот сливу я ее хотела сделать шариковую шариком хотела в общем стричь стричь а потом перехотела красиво когда цветут солнышко нет ведь как позорно а лимонник смотрите какой уже не можешь открыть три ключа ну так меня и замки одинаковые на сарае здесь меня и вик ну как как ничего если долго мучиться что не получится замки открываются легко просто надо ключ подобрать вот и вот здесь вот вот гортензия а вот это цвести будет очень интересно как он будет цвести не помню это флокс о смотри деревень какой шикарный лёша говорит он тебя закроет все здесь на свете ну блин он же посажен был раньше а эти я уже потом посадила и опять же я не знаю как я не размером вот этот должен немножко подрасти и ветки пустит он царит еще цветет надуванчик надуванчик ну и здесь девочки это я вместе с вами просто прохожу смотрю слушайте что хотела сказать да надо лёша лёда лёша воду наливал в этот воду воду в воду вера вызвала трактор говорит у нее теперь красота и порядок в общем все снесли там у нее надо будет сходить тоже посмотреть очень любопытно ну скорее всего да черного ты контейнер и трактор ну все вот что такое вот так не нравится вот это это на а ну это вот сиреневый наверно будет свести декоративный лук что ли что это такое ну вот то красота да девочки все надо в дом зайти холодно идет идет руки вверх штаны наверх феля вики девочки я утеплилась а дело не видно короче ладно потом века покажет шапку помните я говорила это мне подружка дарила но не дарила просто отдала когда-то давно мне было лет 18 я даже в ней как ходила на очень очень мягкая очень мягкая крутая шапка вообще легкая мягкая вообще здоровская скажите но я даже в зеркало на себя не смотрелась там что все заставлено вика тоже утеплилась где-то где то есть в общем вы держите теперь в церковь можно девчонки очень холодно очень арсению шапку переодела потому что не хочет все надевать федя делал как шо вот лёша уже начал копать он будет копать и я буду сорняки вырывать видно что-нибудь мяч это даже ухо застреляла поставить странно как-то вот но шапка в шапке вообще круто прям надо будет мою белую еще одна страза отвалилась надо будет ее сюда привести а это обратно девчонки лучше шапки вот этой вот никогда не было чем вот это но она ведь он такая немножко стремненько ну по факту она блин здоровская вообще теплая классно он царит века века салфи делает на фоне туалет кстати я не говорила про туалет пойдем я вам покажу быстренько отлыниваю от работы я шучу сейчас я быстро покажу короче лёша не знал что я хочу там светлым что-то сделать и он этой же этим же септиком покрасил внутри и кстати вот здесь вот он вертушок сделал но ручку мы никакой не делали потому что дверь она как бы сама открывалась а сейчас дерево ну в общем то она рассохлась а теперь она влажная стала очень ручку бы надо я не хотела на самом деле блин могу открыть короче видите какой он стал по факту он не сильно темный вот вот такой вот цвет и там внутри но за счет того что там стенки есть оно кажется темно а так вроде бы ничего нормально несколько раз буквально ходили туда в общем по периметру по периметру там где вот сидушка и с внутренней стороны лёша сделал линолеумом 60 сантиметров туда вниз я уж не буду показывать темно все равно там ну как бы простите за такие подробности но по факту видеть не не темно так ты по большому счету видите да наверное какой-нибудь вагонкой нужно будет оббивать потому что видите щели и в такую погоду вообще здесь делать нечего вот вот что у нас получилось коврика пока никакого нет эти доски струганые они поэтому поприличнее смотрятся может быть конечно камеру этого нет видно но в общем все хорошо в общем и к чему я говорю линолеум там понимаете чтобы вот ну не забрызгивалась не гнило это все проваливалась девочки да простите за подробности что фокус фокус вообще не фокусирует а вот здесь вот вот эта ручка которая старая и вот этот вот замочек господи как он называет этим сама держится как он называется не помню как он называется крючок господи девчонки некрасиво вот в такую погоду и сейчас все заросло прям некрасиво ладно дела делать надо чайду хожу болтает на самом деле вот вы все видите что как есть максимум что не видели что я утеплялась утеплялась никакой воды никакой воды девочки короче вообще не слушайте а это видимо вот этот вот возраст пяти лет но это ладно джонки вообще копия я я раньше тоже также вообще себя вела я прямо вот прямо вижу понимаете в нем себя ну да федя не от федя такой сговорчивый и правда упёртый тоже морси не сейчас мозги делает мозги делает девчонки конкретно прям вообще а то что он помощник то знаете хочет быстрее пока я там отвернулась что-то сделать я помню как мы а значит с мамой и бабушкой ездили в баню в брянской области а из бани не надо поливать пожалуйста дожди идут очень холодно они ягод не будет тогда на этой клубнике просто нас гниет и все понимаете короче ездили в баню а из бани бабушка с мамой шли к сестре бабушкиной а я шла на автобус и ехала домой мне было семь лет и я помню что я приезжала надо было белье ну мне нужно было мне ну я имею ввиду я хотела так я грела воду стирала белье которое у нас вот после бани да там полотенце все дела все это вешала мочалки все и к их приходу готовила чай хотя не на чай как а слик сестры и бабушкиной приезжали у меня все было чисто и ну и порядок и всегда вы допустим мама куда-то уйдет в магазин я всегда старалась быстрее быстрее мне было 67 лет до серьезно говорю я старалась прямо что-то что-то быстрее сделать к их приходу чтобы меня похвалили и это всегда когда что-нибудь сделает говорит сюрприз и типа похвали меня ну если я сразу не похвалю а что-то пока не надо больше пожалуйста за водой идти клубнику не поливай воткнул там палку в грядку и и поливает ладно фиг с ним еще один раз только один вот ладно пошла работать вот папа с оксаной работают оксана клубнику выкапывает которые с ягодками которые с ягодками нет вроде бы нет вроде бы нет вроде бы пока еще а куда феди ты делся где ты там ходит сейчас орал как потерпевший этот фельд кто тебя разрешает орал арсений слейко ушел а вон он там вон он вон он стоит это тоже надо хулиган да вроде нет лес идет не надо было туда ехать не надо было туда ехать там каждому по вафле и печенье там каждому по вафле и печенье снимать сам будешь что ты нас снимаешь да не надо поснимать то нечего в общем идем к вере Вера сейчас сама с Женей приходили к нам проведать мальчишки здесь сразу же к ним сбегали пусть чай попьет у них у них тепло девчонки ветрища боит прям такой ветер сильный это что то с чем то у мальчишка руки ледяные вот а я хотела же диванчик разложить ну в общем поменять места нет это надолго поэтому пусть он у Веры попью чай посидят а мы Леша говорит нет грядки не соберем сегодня очень холодно а только сейчас он перекопает там все я пленку с грядок сняла говорит завтра приедем соберем завтра приедем соберем я говорю завтра мы не приедем завтра будет дождь Вика в машине сидела почему дождь сейчас у Веры они же здесь живут у них есть вода у них радиаторы стоят ну как бы тепло они вообще постоянно здесь живут поэтому нормально а сейчас я покажу покажу они же сделали я же забыла они же там почистили все закроешь да смотрите какая красота чистота порядок это вот здесь вот прикопанные мои пионы она хотела от них избавиться Женя сарай варит а он здесь будет стоять в углу да а то я думала здесь будет стоять смотрите прямо раздолье чисто хорошо кому интересно они трактор заказывали трактор четыре тысячи да вы заплатили четыре тысячи но они бы сколько здесь копались понятно что правильно сделали что трактор заказали иди заходи чего ты стоишь то Женя без бороды без бороды да 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 пойдемте мы здесь так это столпились разувайтесь разувайтесь ай мася лежит мася ой господи что хотела сказать иди-ка ты мне обзор задом ты тушенку купила да слушай по 100 рублей это ну понимаешь какая госовская вкусная мы ее уже брали а это что такое говядина свинина говядина мне не понравилась а я вообще посмотрела что там свинья вот мася мася съела все эти верины как их называют рассаду помните много-много баночек было и мася все съела вот у нее цветы почему мася съела почему мася съела вот спроси у мася чего мася съела ну короче говоря не все но практически все одни огрыжки остались помидоры как я люблю запах помидоров вообще стоит чуть-чуть прикоснуться все садитесь сейчас вам чай сделаем убегались след печенье в сухометку идет пока чайник кипит федя перестань две дачники оставила детей чай пить пойду Лёше помогу Женя там делай дела говорите я веру ну некоторые пишут что я веру мельком показываю еще что то в общем как нибудь мы с ней выйдем в прямой эфир на даче готовьте вопросы поспрашиваете ее она вам поотвечает а то типа я комплексую короче с моей красотой и я жлаз задергалась вот так девочки надеюсь вам слышно что я говорю идите нас в прямом эфире да? да все я пошла давай пока пока иду Леша работает Леша попьем чайку с тобой? не хочешь? а че согреешься? не да ну а я попью попьешь со мной? а я все не отдала вот оставила две вафли и печенье попьем? не хочу ну как хочешь ты хочешь быстрее сделать и сурлить? да? а? ясно холодно холодно а я девочки чайник поставила все таки и обдираю пленку с грядок даже если сегодня мы их не установим ну скорее всего не установим не знаю он еще видите капюшон у него слетает он без капюшона у меня вот ухо стреляет уже представляете вот вот и народу сегодня здесь никого нет холодно очень я умер 10 раз да сказала что холодно ну потому что да холодно я надеюсь вы слышали да что мы в прямой эфир с Верой выйдем сейчас у меня здесь чайник начнет шуметь в связи чайник не отключается это у нас старый чайник мы его привезли на дачу он кипит ну как только закипит короче надо его самой выключать потому что он не отключается напрямую сделан из этой подставки которая под чайник вот вроде бы со следующей недели будет потепление когда приедем и будем делать уже ну здесь в комнате а кухня не знаю с комнаты или с кухни наверно с комнаты начнем тут тепло то не выпускай а ты будешь ставить? да я тебя люблю я тебя люблю я тебя вынесу а ну что я тут все равно что я буду здесь вот на коврике собираюсь 2 все все в этом пакете все а я тогда сейчас ну я сделаю тебе часть? не надо ничего или сделать? сделаю сделаю будет пить потом говорить не надо а потом знаете как скажут там дыма чай а я говорю я тебе не делала ну как бы некрасиво все попьют а он а он не обедал сегодня но он он такой что он не обедает он если пообедает то он ничего не будет делать ну он хочет ему расслабиться отдохнуть а сегодня он раньше освободился потому что они там доделали то что нужно было ну сегодня пятница то что нужно было сделать и поэтому короче говоря да я подцепляю подцепляю чтобы нормально снимать с торцом оно обрывается а так снимается нормально вот слышите как чайник уже начинает шуметь спасибо большое что написали мне что я похудела что стало заметно но понятно что черное платье еще стройнет ну похудела да вот смотрите я на 10 кг сейчас уже похудела и вот я немножечко как бы остановилась сегодня у меня минус 600 грамм остановилась ну как он то уходит то приходит вот плюс минус килограмм потому что я сейчас блин с этим дубаком дома дубак сидим дома и поэтому ну калории как правило считаю но немножко интервальное голодание ну соблюдаю да соблюдаю бывает такое что чуть пораньше начинаю есть да но это в связи с тем что если куда то надо и больше возможно ну допустим на дачу приехать и поесть не будет возможности ну сейчас сейчас потеплеет и возьмусь за ум снова вот печенье ем печенье ем вафли ем ну я ела просто поменьше вот ну сейчас с чаем попью вафлю и наверное съем одну печеньку а может не буду печеньку есть печеньку не хочу если честно это юбилейное печенье кстати с овсяными хлопьями вот когда мне посоветовали и Леша тоже купил ему тоже понравилось в общем вот такие девочки дела у меня же еще и поменьше помидоры здесь нахрен не стоят тоже надо парничок сделать и будет высадить их все обыграла все буду пить чай закипел слышите уже не выключится надо выключать все налила Леша я тебе тоже чай налила слышишь знаете какой фруктовый который майский вот нам в помощи в этой как это называется ну в общем в пайке то в этом давали мальчишкам очень понравился что он фруктовый Леша у меня крепкий любит а я чисто так побултыхала пакетик ну можно еще побултыхать себе сахар не ложила не клала ему положила Леша тебе крепкий сделай и горячий с сахаром давай попей вот я сейчас буду вафельку Леша Вика Вика не поняла Вика где Вика со Сенем с Федей у Веры смотрят телевизор чай пьют ты переживаешь что я Вику куда то смотрила а то что я и чай не сделала или что да нет просто спросил а ну Вика там с ними вот блин не понимаю сейчас не понимаю детей нет можно тихо спокойно попить чай он быстрее быстрее делает лишь бы домой уехать не понимаю а потом это шесть будет шум гам тарарам как обычно все на этом наверно я решила течение чашки пьем да да вообще нет Алеша налила в его чашку не смотрела просто что первое стояло вкусно 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 я тут сильно захотела чёрного хлеба с маслом подсолнечным столом сто лет не ела у меня водой холодной разбавлен я не пью горячий работает а я стою чай пью стыдно а что делать жить то надо все я уже выпила пойду с чем поделаю помощники помощники работают помогают папе пришли сначала прибежал Арсений говорит Вера просит маленькую Леечку я говорит Федину возьму я говорю а зачем ты Федину возьмешь Федь почему ты Федину взял не свою потому что не хочу потому что не хочу а до этого ты мне по другому сказал как ты мне сказал что мне жалко свою Лейку а Федину нет в общем в итоге взял потом пришел Федя кричит мама ты почему так долго я тебя там жду жду думала ты в туалет ушла я говорю так я бы у Веру сходила потом они уже пришли вдвоем помогают папе я который долго Вика там осталось на улице очень холодно прям взрывает ветер северный ладно если бы он был южный вот ау я могу мам Вику возьмем что Вику Вику возьмем а может она не захочет с нами ехать вы шумные у Веры останется а у Веры останется потому что вы шумите и не слушаете ее видите она не захотела сейчас с вами идти понял вот так вот и думаете теперь слушаетесь да Арсений а ты Арсений все равно вот девочки а я короче говоря клубнику которую выкопала посадила сюда сейчас полью полью те кустики которые посадила ну в общем как получилось да так получилось осенью буду пересаживать посмотрю что будет и вот здесь вот вот это вот палочка это у меня до сих пор лук а дальше как бы ну пусто сейчас я ее уберу эту палочку и вот у меня вот здесь вот клубничка просто мне написали что зачем по одному кустику можно по несколько но я тоже так считаю чтобы по объем не было ну в общем пусть так в этом году будет а там уже будем смотреть ну конечно надо было по три штучки ну в общем в рядочке сажать ну девочки знаете что как посадил мне кажется вот это умрет потому что Леша на нее наступил здесь смотрите сколько ягодок было бы вон вон не знаю может оживет сейчас полью почему вот как получается у нас не знаю вам видно не видно пар прямо идет мне вот видно вот это а кто нажал а у папы ключи в кармане он прячет прячет почему лучше бы спросил от кого э э э э ты что делаешь уйди Арсений здравствуйте эй это вам мамка а ты не повторяй а то буду так же наказывать как и Арсения буду наказывать вернее наказывать а мне нужно вот это чтобы я не пачкалась ну ты не пачкайся только вот к этим грядкам не подходи уже понял на другую руку на другую руку надень Федя в машине сидит а Вика с соседним у Веры быстро дать тебе телефон да ты ничего не попутал нет вообще да что ты ну в общем девочки вот Леша все сделал дождь уже пошел прям ну уже моросит короче вот так вот получается и я рада что я все-таки выбрала коричневый цвет потому что вот брызги от дождя видите вот если вот на этих смотреть они как бы грязные если бы они были желтые то они были бы грязными привет не весь не на двери пожалуйста вот вот как бы типа в шахматном порядке ну поняли да не одна за другой а вот так вот получилось а и знаете насчет плитки я у нас 40 на 40 плитка стоит 75 рублей самое дешевое пока по крайней мере что я нашла а не знаю я думаю насчет ковролина вот здесь вот я кусочек бросила ну потому что у нас раньше так и было видите а он впитывает хорошо ну понятно что нормально по размеру вот обрезать не знаю будем думать потому что плитка получается очень дорого ну реально дорого ну и если если не сильно ковролин будет дешевле то наверное лучше плитку ну не наверное а скорее всего да вот то есть получается вот грядки а там где у нас выкопано там будет картошка картошку мы еще не сажали а кто уже посадил подмерзло у них поэтому вот так вот у нас все выглядит мне очень нравится вот здесь будет тропинка она будет пониже а вот здесь вот уже будет как бы газон идти косить чтобы удобно было ну и там также соответственно так вот ступенечками грубо говоря ну в общем вот такой вот как-то творческий беспорядок пока но красота мне нравится девочки пишите как вам ой только не пишите что не надо было или еще что я говорю дело то сделано все так что вот так вот вот там доски остаются лопата сейчас уберем и вот так вот все дождь моросит надо скорее ехать домой время уже семь восьмой час а я буду с вами прощаться спасибо что были с нами очередной день разделили с нами и кстати вот день прожит не зря понимаете я попросил лёш поехали просто немножко вот там вон скопаем там это может грядки ну все следующий раз уже надо будет что-то другое делать так что вот все девочки всем спасибо всем пока пока пока